Сколько этому инструменту, хозяин сказать точно не может. Говорит, что у деда он уже точно был. В выставке, которую подготовили силами территориального местного самоуправления, историческая направленность. Жители поселка Суворово-Черкесский говорят, что на подготовку ушли считанные дни. Просто посмотрели, у кого что есть на подворьях. Помимо вещественных свидетельств, еда по старинным рецептам. В этом году поселковый ТОС занял призовые места на муниципальном и краевом конкурсах. Мы в двух конкурсах участвовали, там денег где-то приблизительно около 160 тысяч. Я думаю, мы соберем собрание и люди решат, куда. У нас проблем дел много, недавно мы открыли памятник. Есть парк, который необходимо благоустраивать. Речь о памятнике генералиссимусу Суворову. Он руководил строительством укреплений вокруг еще турецкой крепости Анапа. Здесь же оружие 20 века. Сельчане отмечают день освобождения округа в ходе Великой Отечественной войны. Разрешите от именной главы администрации муниципального образования города Куртанапа Сергея Павловича Сергеева поприветствовать вас на этих соревнованиях, которые посвящены 73-летней годовщине освобождения Виноградного сельского округа немецко-фашистских захватчиков. Те люди, которые это сделали, они были сильными людьми, прежде всего. Сильными духом, сильными по воле. И сегодняшнее мероприятие – это тоже праздник силы. Вес покрышки более 300 килограмм. Участники соревнований по силовому экстриму подчеркивают, что повторять такое без длительной специальной подготовки просто нельзя. Здесь спортсмены со всего муниципалитета, а также из других городов. Иван Штиль из Краснодара говорит, что сначала были единоборства, потом тяжелая атлетика, последние 7 лет – силовой экстрим. На соревнованиях в Виноградном – второй раз. Потому что интересно, мне понравилось, здесь приятно. Во-первых, подготовка именно в соревновании, организация хорошая. В принципе, здесь хорошо, мне нравится, красиво. Хорошие спортсмены, достойные. В городской администрации отмечают, что Виноградный сельский округ – спортивная территория и поддерживают такое увлечение местных жителей. Идет ремонт спортивного зала в школе «Олимп». В планах начать ремонт этого стадиона. Готовится документация для участия в одной из краевых программ. Я думаю, прежде всего, это беговые дорожки, чтобы были в хорошем состоянии. Потому что у школы профилируется направление, как легкая атлетика. У них хорошие специалисты сейчас работают. И, конечно, вот их площадка, я имею в виду сам зал спортивный, который вот, ну, по определенным причинам был пожар в нем. Это все восстановить. Вот эта вот спортивная база, она будет в дальнейшем играть и на развитии спорта здесь. Потому что у них хорошая волейбольная команда. Как пляжный хорошо футбол, развивается пляжный волейбол. Развитие спорта, как профессионального, так и массового, одна из основных задач, которую ставит перед собой городская администрация. Так, близится к концу реконструкция бассейна «Виктория» в Анапе. Расширяется сеть площадок для занятий уличной физкультурой воркаутом. Город стал базой для проведения командных сборов и соревнований самого высокого уровня. Это уже тоже своего рода традиция, которую в Анапе намерены поддерживать.